В результате долгосрочной операции, осуществленной в УМД, задержаны практически все лидеры Норильской преступной группировки. Таким образом завершились гастроли в нашем городе одной из наиболее свирепых небольших групп. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Братан звенит, здесь тяги гуляют. И такой базар катался, что автор с канала соскочил, а обзоры месяцами не отсвечивают. И теперь вилы вылезают двойные. В общем, какая-то неувязочка у нас с этим гражданином выходит. А я чё, всесоюзный розыск? Или вы хотите, чтобы я сам по хавирам пошёл, что ли? Так что, дорогие зрители, давайте дрычане будем гонять, да? Прикиньте сами. Мне чё, этот обзор нужен? Или вот мужчине он нужен? Да он нам вообще сиренево. Но был уговор конкретный, и тут на тебе. В общем, раз уж мы тут на чистый базар вышли, то скажу без петрушки. Залетали тут к нам на гастроли одни лоси норильские. Ну и мы там скреатировали для вас в тетрадочку пару мыслей. В меру сил и таланта, конечно. Поэтому давайте на бережку сразу забьёмся, что всяких забазаров козлиных не надо в комментах устраивать, да? А надо чисто и конкретно прожать лукозавр сразу. Звонинки по ходу дела провентилировать, чтобы отсвечивал у тебя канал в подписках реально. Как всегда, особый респект гражданам, которые регулярно поддувают воздуха. Если кто-то пожелает к ним присоединиться, там чернила размажьте под видео, всё сами увидите. Короче говоря, уважаемые зрители, спакуем сейчас обзорчик в упаковочку, и будет стоять он на канале, как игрушка под ёлочкой. Не без спойлеров, конечно, но как вы знаете, реальный фильм спойлером не изгадить. В общем, поехали. Вспомнил я давеча про один отличный постсоветский фильм. Реальная классика отечественного синематографа в двух частях. Кстати говоря, от всем известной компании СТВ. Ну вот эти все браты, жмурки, бумеры и прочее. Значится фильм этот с очень приличным набором актёрского состава, явно вдохновлённый тарантиновским криминальным чтивом, и всё это на фоне лихих девяностых. То есть в переводе на русский, со всеми вытекающими плюсами и минусами. Где плюс, это понятные всем нам реалии с отечественным колоритом и так далее, ну а минусы, пожалуй, один из них основной это, как всегда, бюджет. Но, надо сказать, игры актёров и, в общем-то, хорошо переданный реализм, минус этот нормально так урегулировал. Впрочем, как это бывало уже не раз, с отечественным синематографом. Мы, знаете ли, вообще можем иногда, если захотим, как-то вопросы все эти порешать. Первая часть ленты вышла в 97-м, вторая в 2005-м. И, как-то, знаете, подзатерялся, что ли, этот фильм среди массового зрителя. Хотя, на мой взгляд, совершенно не заслуженно. Может, в год выхода картины он и был как-то на слуху, но сейчас, конечно, с тем же братом, жмурками, бумером, ну или бригадой, его в один ряд по, так сказать, популярности, даже несмотря на разные жанры, не поставишь. Хотя, про фильм есть что сказать. Там и основные сюжетные линии, и любовные ответвления, и драматизм, и, если прям развернуть и углубить свой взгляд на некоторых персонажей, даже трагедия. Также присутствует юмор в достаточном количестве, и даже то, что в свое время несведущие люди называли бы теорией заговора. Ну и вишенкой, хорошей такой нажористой вишенкой, которую нужно отметить отдельно, выступили очень качественные диалоги. А качественные диалоги в кино... Это всегда турбо. Кстати, если кто-то из вас смотрел фильм ДМБ и помнит, какое обилие крылатых фраз там было, ну и вообще в целом, как воспринимался сей шедевр в общем, то вот, думаю, вы без труда узнаете очень похожий почерк. Кстати, и там, и там снимался Ахлобыстин, который, ну так скажем, допускаю, приложил к общему восприятию сие узнаваемые штрихи. Ну а может и не приложил, тут, как говорится, история умалчивает. Режиссером картины выступил Максим Пежемский, надеюсь, правильно поставил ударение, который еще был режиссером Интернов, Нашей Раши, Зайцев Плюс Один, ну и прочей ТНТ-шной помойки. Других полнометражных лент я не смотрел, однако рейтинги у них, ну, прям скажем, не очень. Так что, вероятно, мама не горюй была и остается его лучшей работой. А вот сценаристом данной ленты выступил Константин Мурзенко, которого, несмотря на то, что последний много где сыграл, пожалуй, большинство из вас знает по эпизодичной роли фашиста из «Брата 2». Вообще, чего я вдруг вспомнил, мама не горюй. Да, пожалуй, как-то случайно вышло, но вот что побудило сделать обзор. Знаете, много сейчас мудренок с сюжетом фильмов, и чем круче сюжет завернут, тем лучше. А точнее бы я сказал, якобы лучше. По большей части, это лишь очередной тренд – удивить зрителя. Такая некая мода. Смотреть иногда интересно, но обратная сторона подобных картин в том, что вникать в это всё дело надо крайне внимательно. А в итоге это ой, как далеко не всегда оправдано, ибо иной раз сценарист с режиссёром так нафинтят, что складывается полное ощущение, что они и сами не знают, что там да как в итоге выйдет. И начинаются все вот эти тысячи теорий Матриц, Додов или многосезонных сериальчиков, где начинают за здравие, а продолжают или заканчивают, как обычно. Или вот ещё. В своё время, думаю, вы помните, была мода на спецэффекты. Чем больше картинку тебе режиссёр свояет, тем круче. Тоже неплохо, но надоело это быстро. И такие фильмы по типу, знаете, экзотического фрукта. Раз съел, два съел, но постоянно им питаться как-то не очень. Да и если раньше это считалось изюминкой, то сейчас это в порядке вещей. Особенно надо отметить моду на всякого рода документальные фильмы. Очень нравится зрителя, чтобы вот обмакнули его изнеженной извилины в розовую жижу реальности. Ведь при просмотре складывается ощущение, что это не выдумка какая-то, а так и было взаправду. А значит это уже не просто кино, а нечто большее. То, что как бы соприкасается с ним в действительности. Но у этого жанра есть свой недочёт. И очень большой недочёт. Ведь иной раз разобраться, насколько вся эта так называемая документалистика реально соответствует реальным событиям, не представляется возможным. И очень часто бывает так, что режиссёры, сценаристы, а нынче и особо полюбившие этот жанр блогеры, которые денно и ношно пилят контент, так вот все они подобны историкам, которые пишут об одном, а мнение об одном и том же событии, личности времени и так далее, получается у них иной раз просто совершенно противоположное. В общем, сами понимаете, жанров море, фильмов океан, но есть в этом океане такие фильмы, которые как хорошее классическое блюдо в советской столовой. Не меняется десятилетиями. И нет-нет, будучи снедаем голодом, ты совсем не прочь в очередной раз отведать уже давно знакомый вкус. Фильмы эти особо не выделяются, их не назвать гениальными и не назвать провальными, это просто кино, которое можно смотреть не напрягаясь. Не в том смысле, что можно смотреть это исключительно фоном на кухне во время готовки, а нормально можно так посидеть и расслабиться, а через какое-то время пересмотреть ещё раз, что, кстати, всегда и было одним из основных показателей качества. «Мама не горюй» как раз из этой серии. Лёгкий, но не глупый, со стринкой, но не пошлый, простенько, но с идеей, со своим стилем и подачей, но не вычурно. Он как вот то самое полноценное блюдо из советской столовки. Да, это не шатон-утон, но всё же свой шарм оно имеет. К сути, есть в фильме этом некая, как бы основная такая завязочка, завязывается она в самом начале и развязывается к самому концу, принимая по ходу сюжета различные формы. И завязывается она не просто, а с некой тайной все ищут морячка, который поднял нешуточную бурю в одном из провинциальных городов нашей прекрасной родины. Что же там такое произошло? Поначалу вообще непонятно. Какая-то свадьба, какой-то турист, кому-то прилетело стулом по голове, на уши всех поставили и так далее. Но зрителю ничего из завязки не показывают, только рассказывают по ходу сюжета. И вот, значит, турист, кличка у него такая, которого стулом ломанули, оказался не просто каким-то там туристом, а оказался он местным авторитетом. И ему, я так понимаю, вероятно, несмотря на то, что криминальный авторитет, как и любому человеку, не очень понравилось, что этим самым стулом его по голове окучили. Потому что не очень это приятно, да и для здоровья вредно. Вот. А припечатал его стульчиком по тыковке, оказывается, тот самый морячок, который, естественно, по-быстрому слился со всех этих непоняток. А турист определил так, что надо бы этого морячка обязательно изловить и наказать. И подвязал он на это всё движение, собственно говоря, главного героя ленты, решалом местного разлива, Артура. Но нельзя сказать, что он, то есть Артур, прям главный в фильме. Он как бы вроде основной, в том смысле, что завязано всё на нём, но вроде как не до такой степени, когда всё внимание достаётся ему, а остальных по сюжету конкретно пускают краями. И вот он, с помощью различных социальных элементов, как официальных, так и не очень официальных и не очень законных, должен, соответственно, этого морячка доставить уже туристу, но не в виде тела, а живым и здоровым, чтобы тот и дальше бегал, но только там, где нужно. И, собственно говоря, все эти так называемые помощнички Артуровы, которые заняты поиском моряка, составляют костяк из вроде как второстепенных сцен, но вроде как и нет, вписываясь в ленту полноценными эпизодами и раскрываясь как полноценные личности, имея свои характеры и истории. Они разные, интересные и вполне себе реалистичные. В общем, жизненные такие персонажи получились, от чего воспринимаются все эти личности, очень даже натурально, несмотря на короткий хронометраж, отведённый каждому из них в отдельности. Там есть и молодняк, которому надо денег, представители внутренних органов, которые в момент поимки особо опасных преступников неожиданно встречаются служивцы по Афгану и вместо того, чтобы запаковать честную компанию, как и было забито в тюрьму, решают это дело отметить. Есть киллеры, наркоманы, бандиты, поп-группа, балерина, прокурор, путана и, в общем-то, кого там только нет. Даже краб и натуральный живой космонавт в реальном таком скафандре. И вот, понимаешь, вся эта честная компания, точнее, почти вся, так или иначе ищет морячка. И все как-то никак не получается у них, и вот когда уже надежда совсем оставила нашего героя, ибо найти его было необходимо до полуночи, так сказать, чтобы все это мероприятие не превратилось окончательно в тыкву, Артур волею случая встречает его самолично. И вот тогда, тогда я сейчас не буду спойлерить, сами посмотрите, кто не смотрел. Кратце, такой вот сюжет первой части. Кстати, в некотором смысле понравится фильм и любителям того самого документального кино, да, а уже в 97-м, когда зритель не был избалован еще всякими там конспирологиями, так как интернету по сути никакого еще толком не было, а по отечественному телевизору всякого рода закулисные представления никто особо показывать не показывал. Или показывал так, что вроде как смотришь, и сам глазам своим не веришь, ибо уж слишком как-то все синематографично, или наоборот, слишком как-то все реалистично, ну какая-то вот такая каша. В общем, тут ему, то есть зрителю, вываливают прямо-таки то, что оказывается тот самый телевизор, тот еще выдумщик, и далеко не все, что показывают в официальных новостях является правдой, в чем, кстати говоря, убедился даже сам прокурор, того самого города, в котором все это происходит. Да, все как бы это вроде и так знали, точнее догадывались, но тут как раз-таки показывают то, как это делается, и самое главное зачем. В общем, механизм. Особо, правда, не перетягивая на себя одеяло основного повествования, придумали сюжетик, пустили в эфир, и электорат нормально так все это дело прожевывает. Все, кто нужно в курсе и все знают, кого закон карал вчера, кого карает он сегодня, кто стоит в планах на завтра, и кому судьбой заранее определено стать перед его суровым лицом. Должен же перед ним хоть кто-нибудь стоять. А вот намного более подробнее, так сказать, красной нитью по сюжету, тема подлогов, заговоров и театральщины, разыгрываемая в кувуарах власти, раскрыта была уже в части номер два, где уже на основную фазу выделили именно маркетинговую составляющую, телеящика и политтехнологии в целом. Как и кто попадает во власть, а точнее становится ее лицом в глазах общественности, как происходит всякого рода задержание, откуда, опять же, всякого рода повесточки массового характера в виде разгула преступности, наркотрафика, терроризмов, экстремизмов, ну и прочих измов. В общем, вскрыли коробочку Пандоры и вывалили, но, правда, уже более искушенному зрителю. Как-никак, год уже стоял 2005, целых 8 лет миновало, там уже и интернет, знаете ли, как-то более вжился в социальные слои, и фильмы, в общем, доступе заграничный, которую эту коробку вскрыли давно, и прочие факторы. И вот, если бы сняли это в году так пораньше, скажем, думаю, смотрелось бы это все намного острее. Но тут все же не надо забывать, что это не Голливучина, где под эпическую музыку скрывают тайны Нунахов, параллельно спасая вселенную, а все-таки криминальная комедия, и подобного рода регалий она на себя изначально не навешивала, вот так. Более того, скажу, вторая часть чувствуется и смотрится как-то более легко, чем первая. Нет, в ней не стало меньше натуральности и так далее, просто смотрится она легче. И несмотря на то, что продолжение получило, судя по оценкам, менее высокий рейтинг зрительских симпатий, лично для меня смотрится она очень даже приятно. И все так же без пошлостей, матов, ну и прочих оттенков одноразовой чернухи. Хотел бы обозначить еще такой момент. Вот эти все разговоры моралфагов и псевдоинтеллектуалов о всякого рода негативном шлейфе лихих 90-х, зачем это романтизировать и так далее. Так вот, на сугубо мой, конечно, диванный взгляд есть вот один важный нюанс. Одно дело романтизация, а другое дело реальный исторический период. Хочет это кто-то или нет, 90-е и все, что там происходило, и это часть реальной жизни и, пожалуй, всего постсоветского пространства, а уж России подавно. Выкинуть этот отрезок из лет псевремен уж извините, не получится. Хотя, конечно, в малиновые пиджаки со свистом залетать тоже опять не стоит. Снимать про это время, как, впрочем, и про любое другое время, любую другую страну и ситуации в целом можно очень по-разному, сами понимаете. Я бы даже несколько перефразировал одну известную фразу, сказав «Кино как дышло, куда повернул, то и вышло». Но вот если говорить именно про «Мама не горюй», лично я какой-то прям негативной повесточки там не увидел. Да, решало, Артур выглядит как полагается, движ наводит, базарит реально, тачка у него такая конкретная, но даже этот Артур в конце второй части, внимание, спойлер, махнул на всю эту гнилую конетель и ушел с морячком якорь точить. И телефончик свой за борт определил. Это, кстати, говоря о моральной составляющей сюжета и, так сказать, напутствовании зрителя на правильные грабли. В общем, безоговорочная победа моряка. Кстати, победа в двух частях, можно сказать, в обоих раундах. А ведь моряк это вообще кто? Вот представление зрителя и особенно его образом в целом. Моряк, понимаешь, это же народ, такой простой, чистый и прекрасный, и в общем, нужно понимать всю глубину наших глубин. Это вам не это все-таки? Вообще, вся эта смесь, конечно, явно вдохновлена в некотором смысле, причем в смысле достаточно положительном, то есть именно вдохновлена, а не сплагиатчина подчистую, тарантиновским стилем, как я уже чуть ранее говорил, и вроде как режиссер картины является поклонником творчества Квентина. И ходят слухи, что однажды признался он, не мне, конечно, а вообще неизвестно кому, или может быть известно кому, но мне неизвестно, что его воодушевляет, ну или в то время воодушевлял подход голливудского мастера к съемкам фильмов. И во время работы над Мамой Ни Горюй он старался сделать историю, но тоже какой-то нелинейной, подобно работам Тарантино. И я тут, честно говоря, ничего не нахожу фантастического, ибо популярность голливудского режиссера была в то время на какой-то невероятной высоте. Считается, кстати, что Мамой Ни Горюй является первой российской криминальной комедией, а для Гоши Куценко роль Артура стала первой главной ролью в актерской карьере. Хронология же этой, так назовем ее, киновселенной, насколько мне известно, выглядит так. Первым идет фильм «Тело будет предано земле, а старший Мичман будет петь» 1998 года. Затем уже идет первая часть «Мама Ни Горюй», далее идет фильм «Апрель», и уже потом «Мама Ни Горюй 2». Сценаристом соответственно всех четырех лент выступил Мурзенко, но если «Мама Ни Горюй» выполнена в одном стиле, то два других, как по мне, я их тоже глянул мельком, в него уже явно в общем не вписываются, хотя переклички, в том числе по ролям, к примеру, в «Апреле» также играет Куценко, играет того самого Артура и про туриста там базар катался, так скажем, ну в общем, как-то так себе, лично мое мнение. От себя же я бы сказал, что если серию GTA можно было портировать на отечественный синематограф, то «Мама Ни Горюй» отлично зашла бы в это предприятие. Вот скажем, Макар Киллер, Ренат и прочие, они и есть люди, выполняющие определенные заказы от определенных лиц, поднимающиеся, кто как может, по мафиозной лестнице и соответственно социальной иерархии. Кто-то ездит на девятке, кто-то на БМВ, ну а кто-то на красном Порше. Там же связи с местными спецслужбами, телевизионщиками и прочим, и все это в итоге выстраивается в один такой целый мир с прорисованной картиной, охватом лиц, действующими участниками, ну или как минимум добавить таких вот персонажей с их историями в игру типа GTA по-русски вполне, знаете ли, было бы норм. Кстати, я отмечу, что GTA это конечно GTA, но по маме не горюй, тоже была сделана игра, да, правда в жанре квеста, ну тут уж сами понимаете, бюджеты и прочее. Собственно говоря, это все, что я сегодня вам хотел поведать, очень может быть, что подписчики мои привыкшие к обзорам более серьезным, вероятно ждали чего-то иного, но друзья, после крайнего трехчасового ролика я честно говоря все еще не совсем отошел, так что пока так. Кто же желает более серьезного контента, пробегитесь по каналу, его там достаточно. В общем, в любом случае спасибо за просмотр, я вам желаю удачи и до скорых встреч.